Ребята, привет! Разбираем 5 основных причин, почему же победил Арутюн Муркучан в национальном певце 2019. Погнали! Всем привет, с вами Беспалл Мьюзи, кто еще со мной не знаком, меня зовут Богдан, поэтому обязательно подпишись на мой канал, стань частью моей интернет-семьи, будем вместе покорять музыкальное пространство Ютьюба. Я тот самый единственный блогер, который отсматривал и комментировал выступления участников национального певца от самого первого эпизода до сегодняшнего финала. В самом начале шоу взлетела Анна Григориан, потом Анжела Витясян, потом появился Эдгар Витян, но когда впервые выступил Арутюн Муркучан на сайте, тогда он стремительно ворвался в рейтинге и стал самым главным любимчиком шоу. К девочкам в качестве основной конкурентки добавилась Аня Агонян, а вот Эдгар Витян и Арутюн Муркучан сразу стали основными такими, знаете, титанами шоу мужчины, которые соревнуются. И все бы ничего, но настолько сильные участники в своих вокальных способностях, что невозможно определить, кто самый лучший. Как вы уже поняли, мы подводим итоги первого сезона национального певца 2019, ведь это главное армянское вокальное шоу. Талантов было много, очень тяжело выбирать, но до пятерки лидеров у нас добрались Анна Григориан, Анджела Витисян, Аня Агонян, Эдгар Витян и, конечно же, Арутюн Муркучан. В начале из пятерки лидеров ушла Анна Григориан, девочка, безусловно, талантливая. Я уверен, что Шан ТВ будут мне заниматься, она обязательно станет известной певицей в Армении. Но, все равно, возраст сыграл свою злую шутку и, конечно же, 16-летняя девчонка не смогла состязаться со своими взрослыми конкурентами. А вот совсем неожиданно следом ушла Анджела Витисян. Многим зрителям показалось, что Аня Агонян куда хуже выступила в восьмом голо-шоу, нежели Анджела. Но почему-то мнение жюри и голоса зрителей совпали и из проекта ушла Анджела. Безумно талантливая девочка, я ее называю воздушной, потому что у нее очень легкий на подъем настрой. Она действительно сильный конкурент своим соперникам и у нее безумно легкая воздушная энергетика. А ее лирический голос не может не восхищать. И вот она, долгожданная тройка лидеров. Аня Агонян, Эдгар Витян и Арутюн Муркучан. Смотрите, если я выговариваю неправильно фамилию Арутюна, уж извините, я старался. Я правда старался все три месяца, весь сезон научиться проговаривать правильно фамилию участника. У меня не получилось. Вот что-то у меня с этими буквами, где мукры, вот не вяжется совершенно. Чем же уникальный Эдгар? Тем, что он играет на гитаре. Тем, что у него лирический красивый тембр голоса. Чем же уникальна Аня? Аня у нас очень проницательна. У нее хорошие грудные нотки, низы. Она сама по себе очень загадочная девушка, я ее назвал неоднократно пиковой дамой. А вот Арутюн, и он победитель. Почему же? Первое, это, конечно же, его харизматичность. Безусловно, он умеет притянуть к себе зрителя. Он умеет заворожить своим голосом. Невозможно было не заметить эти навыки, которые пригодились парню в талант-шоу. Вторая причина, это артистизм. Безусловно, артистичный парень. Он умеет отыграть лицом на камеру. Он умеет правильно проницать вас своим взглядом. Он умеет заставить вас плагать, если этого захочет, в конце концов. Это действительно хороший актер, который в сочетании со своим голосом умеет расположить к себе и влюбить миллионы сердец. Третья причина, это настойчивость. Это человеческое качество помогло победить Арутюну. Он настоящий боец. В моменты, когда были проблемы с горлом и он реально не мог петь, в итоге парень выходил на сцену и пел, пел и еще раз пел. Даже когда было тяжело. Четвертая причина победы может показаться вам банальной, но все же это факт. Внешний типаж. Внешность Арутюна очень коммерческая. Такие парни нравятся всем девчонкам. Такие парни завораживают сердца взрослых женщин. Таких парней любят люди пожилого возраста, видя в них своих внуков. Он настолько универсален, что нравится широким массам, а не только одной категории населения. И это огромнейший-огромнейший бонус для Арутюна. Ну и пятая главная причина, конечно же, вокал. Изумительный тембр. Широкий диапазон. Потрясающие грудные нотки. Он умеет пользоваться всеми резонаторами. У него хорошо поставлено дыхание. И немаловажно, парень умеет владеть опорой. Все эти техники помогали вокалу Арутюна только укреплять свой статус лидера и заслуженно получить победу. Ну что же, ребятушки, такие вот дела. Обязательно в комментариях поделитесь своими эмоциями. На ваш взгляд, заслужена ли победа у Арутюна? За кого вы голосовали? Кто ваш любимчик? И будете ли вы отсматривать своих фаворитов после шоу? Наблюдать, как же будет складываться их жизнь? А тем временем я не прощаюсь. Я говорю, до скорых встреч в конце января 2020. Я вас всех очень люблю, обожаю. Спасибо, что остаетесь со мной. Мой канал Беспалл Мьюзик всегда будет вас радовать самыми горячими, эксклюзивными новостями, реакциями и, конечно же, обзором премьер. До скорых встреч, ребятушки. Всех целую и обнимаю. Муа! Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok